Итак, в этом видео я расскажу и покажу вам, как фармить, играя от PvP засад на лучшей карте для разбойников Dark&Darker. В основе данного гайда лежит тактика и стратегия, поэтому он будет актуален всегда, и в том числе на других картах, как для играющих соло-одиночек, так и для групп, вне зависимости от обновлений патчей. Принцип останется тем же. Начнем же. Вот набор рекомендуемых перков и скиллов. Все они направлены на нанесение максимального урона за минимальное количество времени. Если вы не можете взять все эти перки, то берите двойной прыжок. Он нужен прежде всех прочих для этой стратегии. Невидимость не берется из-за особенностей карты, которые позволят без этого скилла на инвиз быть вполне себе невидимым. На стадии разминки вы можете осмотреть инвентарь других приключенцев на предмет выбора сочной жертвы или наоборот того, кого лучше игнорировать. Также обращайте внимание на количество других рок-разбойников. Это ваши конкуренты, которые также могут стремиться играть по этой же стратегии. Если так, то вы можете попробовать устроить засаду на них, если они того стоят, на путях, которые они будут использовать, чтобы взобраться на место засады. При начале рейда игнорируйте ПВЕ мобов и сразу же бегите занимать позицию. Желательно как можно ближе к центру круга, чтобы вам не приходилось лишний раз рисковать, меняя позицию. Самих позиций здесь множество и в видео я показываю лишь некоторые из них, остальные вы можете обнаружить самостоятельно. Вот одно из прекрасных мест, потому что рядом есть фонтан исцеления. Также вы можете рискнуть и пофармить драгоценные камни. Если получите урон, исцелитесь и залезайте в засаду. После однократного использования фонтана, спустя время он восстановится, так что не экономьте и используйте его сразу же. Также учитывайте, что другие игроки могут знать о том, что вы можете быть наверху, поэтому не вешайте на пояс зелья, которые будут подсвечивать вас и не шумите. Ровно как и не активируйте заранее скиллы на урон, их нужно активировать в последний момент, четко перед атакой. Если активировали и передумали использовать, побейте что-нибудь, чтобы их сбросить, иначе вы будете подсвечиваться, как новогодняя елка. Также не забывайте, что без оружия вы передвигаетесь быстрее, убрать оружие на английскую X. Старайтесь выбирать наиболее темные места, чтобы ваш силуэт не выделялся на фоне. Учитывайте расположение вторых этажей, куда другие рейдеры могут попасть через лестницы. Лучше всего, по моему опыту, если вы сныкались в засаде в таком месте, где можете скрыться за чем-нибудь и подсматривать из-за угла. Главным моментом успеха является также выбор правильного момента для атаки из засады. Например, когда игрок только-только начал сражаться с мобом, вы атакуете его сзади, либо когда две группы схлестнулись и вы добиваете выживших, либо пользуетесь тем, что они разделились и добиваете тех, кто побежал лечиться. Хорошим моментом для атаки также является начало процесса открытия синего портала. Как альтернатива, если у вас есть лут, вместо того, чтобы атаковать, вы сами можете спрыгнуть в него из засады, уйдя раньше того, кто его открыл. Запоминайте тайминги и учитесь действовать тютелька в тютельку. Не жадничайте и не стремитесь забить инвентарь полностью. Это ошибка подавляющего большинства игроков. Если ваша цель фарм, при том, что вы пришли со снаряжением по умолчанию и не использовали покупных расходников, то даже вынеся половину или четверть инвентаря, вы будете в плюсе. Я рекомендую, особенно в начале, ходить туда именно с бесплатным снаряжением по умолчанию. А когда вы уже достаточно изучите карту, запомните, куда надо смотреть и когда нажимать прыжок, чтобы забираться куда нужно с первого раза. В общем, когда вы адаптируетесь к этой стратегии, то уже можете выбирать снаряжение по своему усмотрению. Субтитры создавал DimaTorzok